привет вы друзья сегодня 17 августа 2022 года и я хотел бы более подробно все таки ответить тоже случилось какие подробности мы сейчас знаем какие факты у нас есть на данный момент трагической истории гибелью связаны с гибелью 6-летний настя брехунец я вот буквально на прошлом стриме и раз ним более-менее эту историю рассказал появились вопросы от комментаторов от моих зрителей ну и наверное надо немножечко пояснить более абсурдно рассказать вам о всем этом случае пока что выглядит конечно больше как несчастный случай но подозрение у родителей по крайней мере сохраняют и сейчас еще появились вот благодаря журналистам комсомольской правды появились некие моменты довольно грустные наверное таки подтверждающую мысль что это могло быть несчастным случае подать кстати комсомольской правды и начнем там журналистка приехала к тому дому где находилась настя брехунец я так понимаю они находились там гостях тот момент у крестной насти и захотела петь у почувствую и она пошла магазин как нам сообщается вот ее поход магазин ну записан таким образом она могла пройти как она проходила по этой дороге давайте посмотрим кто записала журналистка какое видео и попутно она рассказывает и показывает весь этот путь чтобы вам стало более понять вот из этого дома в тот злополучный день настенька вышла магазин за чупа-чупсом здесь действительно около 300 метров наверное до магазина я сейчас пройду этот путь который она шла идти недалеко единственное здесь вот есть небольшой мостик который сейчас он покажу вот этот дом здесь открытое крыльцо можно выйти спокойно настенька спустилась вот по этой скопинке здесь деревянный небольшой мостик потому что такая болотистая местность заболоженная такая территория я думаю что она шла вот здесь нужно завернуть за угол и уже будет один магазин который она ходила вот это прямая дорога вот получается вот этот путь от дома перед ложбинку до вот этого поворота и и контролировал отец он стоял там курил на крыльце смотрел как она все это прошла принципе это все видно а дальше остается как вы понимаете достаточно небольшое расстояние до этого магазина это дорогу она якобы уже до этого ходила и но никак не могла как-то заблудиться или пойти не туда поэтому опасений не вызывало просто она идет магазин 1 и 10 метров 200 осталось впереди нас по правую по левую сторону коричневое одноэтажное здание это как раз и есть магазин девочки шла в этой дороге сейчас здесь собираются местные жители они организовали стихийный мемориал ходит приносит туда цветы игрушки вот этот магазин а вот вы видите уже огороженная лента здесь как раз находится яма в которую полу настенька я хочу обратить важно внимание то вот как только журналистка показывает на место где произошло вот это событие где находилась вот эта яма за этим колодцем виден туалет скорее всего это туалет как раз использовался продавщицей он видимо для магазина этот был как раз туалет сделал то есть если бы девочка захотела в туалет пожалуйста не надо идти в кустики вот он тут есть уличный у нас куличным туалетом была предпособлена я уверен но и рядом никаких строений однозначно нет то есть это некий пустырь вот таким вот колодцем с такой ямы от магазина до этой ямы буквально 30-40 метров в общем принципе действительно хочу заметить вроде как ничего сложного но в этом нет передвижение по этой дороге прохождению до магазина как бы ничего такого не наблюдает и удивительно конечно как она могла попасть в эту яму но попасть могла и я вам расскажу каким образом в этом видео в этом ролике давайте сейчас послушаем руководителя поисковой группы александру красильникову которая пояснила некоторые моменты и кстати сразу же сказала что ну как бы на тот момент пока когда искали искали вот девочку колодец был открыт и волонтеры потом сами закрыли эту крышку ну и руководитель этой поисковой группы местной она уверена в несчастном случае девочка погибла погибла колодцы попала она туда случайно скорее всего случайно там возле магазина высокая трава и был открыт колодец девочка просто не увидев этого колодца видимо ступила и ушла под воду ночью колодцы осматривали местные жители они сразу молодцы эту версию что колодцы взяли разработку и так получилось что этот колодец обследовали местные жители никого там не увидев никаких признаков нахождения ребенка рядом лежала крышка этого колодца не колодец прикрыли потом эти же колодцы отрабатывали по распоряжению полиции что еще раз их проверить ребята из общества ветераны мвд то есть они уже тоже с профессиональным взглядом прошли эти колодцы тоже также ничего не обнаружили и вечером мы еще раз проверили эти колодцы с местным населением и с представителем кто занимался этими колодцами обслуживал и знал дети колодцы находятся мы их ставили прямо отмечать отставили отметки на карту по просьбе полиции вот и еще раз обследовали уже эти колодцы с палками длинными шестами мы их ребята их прокалывали то есть мусор там шевелили на тот предмет что если не дай бог то есть по колодцы проверили по нашим картам также потом еще проверяли и структуры эти колодцы тоже также не что не было ничего обнаружено и уже когда на второй день когда мы отработали все задачи уже волонтеры уставшие стали сниматься с поисков чтобы отдохнуть хотя бы одну ночь стали расчищаться по домам с уверенностью что утром вернемся на поиски его продолжим где-то в начале 12 спроховооренительные органы в этом колодце нашли девочку вот тут надо заметить то она говорит несчастный случай что девочка безусловно могла туда в колодец упасть но однозначно вот ее как предположение даю версия при этом говорит что палкой шебуршали палкой шебуршали но не не нашли вот это вызвало удивление ну как так если вы палкой там шебуршали но не нашли выясняется что в принципе это тоже возможно к сожалению как сейчас уже установлена ну колодец он не совсем такой как вот я думал как мне казалось то есть это не узкое вот такое отверстие шириной 40 на 40 40 на 40 вот если посмотреть на фотографию вот эти вот постоянно публикуемые это отверстие под крышку ну как виде погреба то вообще крышка получается двойная сначала внутри потом снаружи но оказывается там колодец имеет совершенно другие размеры как пояснил например вот издание 59 точка ру начальника ру пожарной части 106 дмитрий абашев там бетонное пространство примерно 3 на 6 метров внутри и это можно увидеть потому что корреспонденты комсомольской правды спускались и в этот колодец уже откачанная вода оттуда когда было есть фотографии есть видео это тоже кстати очень важный момент на лежат к нему перейду ну я имею ввиду фотография и вообще статья вот это комсомольской правды про этот случай 1 последний на 17 августа 22 года так вот там бетонное пространство глубиной примерно ну два метра когда горит на откачивали оттуда воду накачали где-то 20 кубов ну на тот момент горит вода была где-то на уровне полтора метра напомню то вам девочка была ростом меньше чем полтора метра и для нее это было критически вот это вот глубина вот как мы можем видеть из этой листовки поисковой что пропала брехуне снасти 6 лет рост метр двадцать метр двадцать пять удощавого телосложения и вот здесь еще я хочу отметить что снизу написано при себе имела игрушка и него цвета длинными руками и ногами вот по этой игрушки у меня информации пока нет насколько я понял это поролоновая какая-то синяя вот игрушка ну что-то такое голова наверное небольшое туловище длинные значит руки или лапы длинные ноги где эта игрушка очень хотелось бы узнать во первых во вторых правильно еще подметил отец интервью давал и говорит а деньги не нашли где деньги 35 рублей ей давали чтобы купить ли я нет деньги найдены не были тоже вопрос интересный не знаю с кем это может быть связано отсутствие денег бог вода вот она их потеряла кстати он отбать она пробегала по траве и уронила эти деньги и ходила их там искала например ну тогда они должны быть там где-то найдены как вариант но то есть вот кто-то с этим колодцам связаны в плане несчастного случая рассмотреть можно безусловно как в принципе можно и рассматривать и версию криминального характера без экспертизы мы сказать ничего не может но то что она могла туда попасть помимо крышки вот для меня оказалось еще и такое открытие в этой истории давайте перейдем к статье комсомольской правды вот такая статья появилась 6-летняя насти брехунец убили вопрос задержан подозреваемый который 28 лет назад уже топил ребенка в колодце правда хочу сказать что да там был в общем в этом поселке есть он в этом поселке от задержан действительно некий мужчина который свою новородину утопил потому что то там что-то плакал отсидел уже но я не буду просто всю статью вам перечитывать пересказывают смысл этой статьи он отсидел снова подженился там трое детей том что но это на что-то случилось как он гражданской дыной иметь детьми живет и вот но попал под подозрение сложно сказать все таки тут история несколько другая тут история связано с некой ну не знаю психиатрической наверное не сдержанностью а вот так сказал но под подозрением так под подозрением я думаю следствие разберется отец кстати настя сомневается не в ту сторону город копаете как он говорит но в этой статье есть интересные фотографии вот сразу же первая фотография показывает как в этот колодец попали журналисты и можно заметить что они стоят вот смотрите вот это вот отверстие здесь ну как бы специально предназначен тут крышка стоит специально предназначенная чтобы отсюда забирать воду да а вот здесь есть еще одно какое-то отверстие просто яма вот земле отверстие и все дыра и судя по всему именно в эту дыру и залезали журналисты вот это ведь поражает вот это удивляет еще раз говорю я не буду зачитывать прямо всю статью вот смотрите и в эту дыру спускается человек вот отверстие да на котором я думал должна находиться крышка а человек спускается дыру вот в эту и взрослый мужчина причем ну помещается почему потому что вот в рядом залазить ему было бы гораздо сложнее вот в эти 40 на 40 то есть я так не совсем понимаю это специально вот это яма тут прорыто или она случайно так образовалась загадка оказывается есть еще одна возможность попадания в этот колодец вот что печально но и здесь вот мы это увидим вот лежит крышка за человек туда спускался смотрел местность конечно вот вокруг этого колодца довольно странная я не знаю какими можно играми заниматься честно сказать вот для меня все равно загадка как сюда насти могла забежать что я здесь надо было какой целью но причем говорится что вот этот задержанный виктор он как бы в 20 метрах от колодца живет его дом недалеко находится и вот здесь сразу намек а вот один раз утопил почему бы еще раз не утопить ну понятно что подозревать надо но и пока что пока есть и предпосылки несчастного случая посмотрите какой трухлявый было крышка оказывается вот она во все вообще вся развалилась она сгнила видишь наступишь и провалишь а вот колодец изнутри вот так он выглядит довольно большое пространство оказывается в действительности это дает возможность все таки подумать о несчастном случае вполне вероятно что и несчастный случай мог иметь место единственно объяснить зачем вот зачем она туда могла пойти все то есть подытоживая немножечко то я могу сказать проход до магазина обратно естественно не вызывает никакой опасности почему в 7 часов вечера она могла пойти в магазин загадка говорят в этот момент магазин закрылся не знать об этом не могли либо раньше закрылся либо ну расписание его родители как-то не знаю где деньги деньги видимо не были найдены что с игрушкой куда делать игрушка непонятно зачем она пошла вот в это место где безусловно могла провалиться безусловно место очень опасно и в этом плане отвечать конечно никогда это не будет однозначно хозяев как бы нет но зачем туда она пошла не знаю но эти она пошла провалиться могла и самое печальное что выбраться из этого колодца она никак не могла если она умела плавать то бултыхаться некоторое время и кричать она еще могла если она не умела плавать помогла утонуть сразу и опуститься на дно и вот здесь возникает еще один вопрос как нам поясняют обнаружили ее ну по стану поэтому по кроссовку то есть уже поздно вечером одну ночью открыли снова колодец собака налаяла почувствовал вернее пришли с кинологами к этому месту и собака видимо через дыру почувствовать что там есть человек запах открыли колодец по горит посвятили видят там кроссовок потянули за кроссовок а там ножка то есть получается что на поверхности воды ну уже нога была немножечко у этой девочки но это опять не получаю как странно потому что тонущий человек объясняю его любой тонущий человек на глотав пить воды опускается на дно как только начинаются какие-то процессы разложения только после этого тела может сплыть ну из-за гадов как вы понимаете здесь для всплытия но пока я предпосылок особых не виду но в любом случае вплывает ну как бы не нога сплывает спина спиной вверх пусть должно тело а здесь как-то удивительно как так получилось что у нее кроссовок оказался она как будто вниз головой находилась ну я думаю на все эти вопросы там следствие конечно ответит тут нет экспертиза естественно все проверят самое главное определить наличие воды в легких это уже сразу даст много ответов на вопросы да ну что утонула не утонула по крайней мере следов вроде как насильственной смерти не нашли но вопросы пока есть я не к тому что вот тут разводить конспирологию тут безусловно что-то чего-то просто очень хочется понять очень хочется разобраться так все-таки есть в этой истории криминальный след или нет потому что но это зависит от этого наверное здесь не других детей но и безусловно еще раз хочу выразить глубокое глубокое соболезнования родителям сопереживаю для меня это просто как личная трагедия я не знаю как такие моменты переживать не дай бог их испытать но это очень 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 глубокая трагедия очень серьезная это рубец наверное на всю жизнь вот и все что я хочу добавить по этой истории вот всякие подробности на данный момент по крайней мере мне известны будем следить за продолжением если вдруг появится какая-то информация я и безусловно озвучу ну и прокомментируем подписывайтесь не забывайте так на всякий случай до новых встреч друзья а